МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Украина получила первую партию истребителей американского производства F-16. Почему при состоявшемся в конце прошлой недели обмене заключенными на свободу не вышел ни один политический заключенный из Беларуси? Также сегодня. Кучанская резня – позор нашей Родины. Фашизм – смерть нашей Родины. Путин – фашист. Долой войну в Украине. Долой фашистский путинский режим. Свободу всем политическим заключенным. Свободу вообще всем заключенным. В СИЗО в Биробиджане в результате сухой голодовки умер пианист Павел Кушнир, публиковавший антивоенные видеоролики. Многие авиакомпании отменили свои рейсы в Израиле за росту напряженности на Ближнем Востоке, связанного с ожиданием удара Ирана по Израилю в ответ на недавнюю ликвидацию политического лидера экстремистской палестинской группировки Хамас Исмаила Хани в Тегеране и старшего командира проиранской группировки Хизбалла Фуада Шукра в Бейруте. Население Израиля готовится к удару. Люди запасаются водой и продуктами. В полной готовности меклаты – это бомбоубежище и подвалы, построенные в Израиле специально для защиты от ракетных обстрелов. Будет время, кстати, почитайте пост в Фейсбуке на эту тему живущего в Израиле социолога Виктора Вахштайна. Очень ироничное, но точное наблюдение, на мой взгляд. Ну а международные средства массовой информации цитируют утечки о телефонном разговоре президента США Джо Байдена и премьер-министра Израиля Бенемина Нетаньяху, в котором Байден, согласно этим утечкам, довольно резко дал понять Нетаньяху, что крайне недоволен действиями и самого Нетаньяху, и израильского правительства в целом. На публике отвечая на вопрос, как повлияла ликвидация Хании на переговоры о прекращении огня в Газии и освобождении заложников, Байден сказал так. Она не помогла. Мой собеседник, обозреватель Deutsche Welle, востоковед Константин фон Эггерт. После ликвидации Исмаила Хании, можно ли говорить, что в Израиле просто считают неизбежным ответный массированный удар со стороны Ирана или проиранских группировок? В общем-то, в Израиле готовы к такому развитию событий. Другое дело, что тип вот этого ответа иранского, прежде всего, пока не ясен. И будет ли это снова ракетная атака, которую мы наблюдали там некоторое время назад, после удара израильтян по консульству Ирана в Дамаске, или же это будет что-то другое? Хизбалат в своем заявлении по поводу ликвидации своего полевого командира Флада Шука сказала, что поскольку удар был нанесен пожилому дому, то организация считает себя вправе бить по объектам, ну скажем так, гражданским. То есть, непонятно, что это может быть. Насколько я понял, самое неприятное и то, чего израильтяне, даже просто обычные, опасаются больше всего, это то, что удар будет нанесен по просто-напросто либо посольству в Израиле где-то, либо еврейскому центру какому-нибудь, не обязательно в Израиле. Там, где к этому могут быть не до конца готовы. И вот это, насколько я понимаю, тоже многих в Израиле волнует. То, что ответ будет, в этом здесь не сомневается никто. А как израильтяне сами по себе относятся к тому, что Ахане и полевой командир фейсболы были ликвидированы и в результате ситуации обострилась? Большинство, конечно, считают, что это правильно и несомненно, ну, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Премьер-министр Вмета Няху заработал себе определенные очки среди значительных частей населения. Другое дело, что есть те голоса, которые говорят, что ликвидация руководителей террористических организаций, в общем-то, не ведет к ликвидации самих террористических организаций. Ну, когда-то там во главе Хамаса стоял шейх Ахмад Иссин, его убили, сегодня это Хания, завтра это, может быть, еще какой-нибудь другой человек. И все равно организация как бы самовоспроизводится. Такого рода критические голоса есть. Но известно, что, ну, если угодно, доктрина Нитанияху заключается в том, чтобы отвечать двойным ударом на любой удар в надежде, что рано или поздно бесплодность попыток надолить на Израиль, бесплодность попыток уничтожить Израиль, станет очевидно его противником. Так что здесь, если угодно, речь идет о двух, ну, немножко, наверное, разных конкурирующих политических философиях в израильском истеблишменте, в израильском обществе. Ну и при этом интернет полнится слухами о предполагаемых, подчеркну это, предполагаемых деталях разговора, прямого разговора Нитанияху с Джо Байденом, в котором Джо Байден сказал, что не стоит воспринимать его поддержку как само собой разумеющиеся. А насколько это сказывается на позициях Нитанияху в Израиле и вообще можно ли говорить о том, что Израиль рискует, очень сильно рискует потерять американскую поддержку или, по крайней мере, поддержку в том объеме, который он сейчас получает? Я не думаю, что это произойдет, потому что во время президентской кампании говорится много чего. И Нитанияху, как человек, прекрасно знающий Соединенные Штаты, как бывший дипломат, напомню, он был представителем, постоянным представителем Израиля при ООН, он прекрасно понимает, где реальная политика, а где риторика. Он, как и многие, прекрасно знает. Американская политическая жизнь очень динамична. В течение предвыборной кампании могут звучать самые разные заявления, в том числе и противоречивые, но до тех пор, пока речь идет о самозащите Израиля, Соединенные Штаты будут на стороне Израиля. А в данной ситуации, мне кажется, довольно легко Нитанияху убеждать американцев, что он находится в позиции самозащиты. И я бы отметил еще вот какую вещь. Несмотря на разговоры о том, что ликвидация, они останавливают переговоры по заложникам израильским, захваченным Хамас, тем не менее, судя по всему, какой-то процесс продолжается. Буквально два дня назад израильская пресса списала со ссылкой на свои источники, на какие-то арабские веб-сайты, что в Египте была довольно серьезная делегация израильских спецслужб во главе с руководителями Шинбет, это внутренняя служба безопасности, и МОСАД, это внешняя разведка. И вели эти важные люди переговоры с египетскими коллегами, скажем так, на высоком уровне. И обсуждалась как раз тема, ну, если угодно, перезапуска или продолжения переговоров по заложникам. Нельзя забывать, что за кулисами на Ближнем Востоке многие страны играют роль в этих переговорах. Не только Катар, которые у всех на Суспу, но и египтяне. Поэтому, возможно, все даже не настолько плохо в этом плане для Израиля. Очередной рост напряженности на Ближнем Востоке мы обсуждали с обозревателем Deutsche Welle, востоковедом Константином фон Эггертом. Теперь о войне в Украине. Вооруженные силы Украины, наконец, получили первую партию многоцелевых истребителей американского производства F-16, предоставленных странами НАТО. Речь идет о десяти самолетах. Всего Украине обещаны в общей сложности до шестидесяти таких истребителей. Разговоры о поставках F-16 продолжались больше года. Такая, на первый взгляд, медлительность связана с тем, что достаточно долгое время уходит на подготовку пилотов, а также на создание соответствующей инфраструктуры. Ну и отмечу также, что обещание НАТО, что Украина получит первые самолеты, цитата уже этим летом, выполнено. На церемонии передачи первой партии F-16 президент Украины Владимир Зеленский вновь подчеркнул, что надеется, что страны-соседи Украины, входящие в Североатлантический союз, прежде всего Польша, все-таки рассмотрят возможность использовать свои средства ПВО для перехвата российских ракет, выпущенных по Украине. Зеленский предложил создать для этого специальную коалицию. Такой коалиции нам сегодня очень не хватает, потому что для стран-соседей помогать нам сбивать ракеты – это большая ответственность. Хотя я считаю, что это, безусловно, уже надо было делать давно. Я думаю, что есть еще инструменты, позволяющие, чтобы страны НАТО проговорили с Украиной возможность создания небольшой коалиции стран-соседей, которые будут сбивать ракеты врага. Это был президент Украины Владимир Зеленский. В Кремле заявляют, что истребители F-16 не станут панацеей для ВСУ и что поставки этих самолетов не скажутся на ходе боевых действий в Украине. Однако украинский военный авиационный эксперт, бывший инженер по испытаниям конструкторского бюро «Антонов» Константин Криволап не сомневается, что в случае, если переданные самолеты будут оснащены соответствующими системами наведения и боеприпасами, то военно-воздушные силы Украины смогут, наконец, защитить позиции украинских войск от ударов управляемыми авиабомбами, которые сейчас активно наносит армия России. Я считаю, что это очень серьезная победа Украины, когда после двух лет умоляния закрыть небо Украины начинаются уже конкретные действия, которые в первую очередь мы увидим в действии F-16 именно с точки зрения защиты воздушного пространства. И эти многолетние усилия, вот они увенчались этим успехом. И фактически мы сейчас с вами будем наблюдать, как будут создаваться воздушные силы Украины. Нынешняя наша авиация, она основана не на количестве самолетов, не на мощной инфраструктуре, она основана на героизме людей, которые занимаются сейчас авиацией. Это пилоты, это техники самолетов, это те, которые обеспечивают жизнедеятельность аэродромов, которые фактически там каждую атаку пытаются нанести им поражение. Поэтому я очень негативно отношусь вот ко всем этим крикам, почему так мало, а где же вы там были раньше, а нельзя было это сделать раньше. Да, если бы у нас были F-16 в прошлом году, усиление нашей бы страны, наши воины не знали бы, что такое КАП и УМПК. Но сейчас мы видим о том, что мы достигли конкретного успеха и нас ждет только движение вперед с точки зрения развития авиации, повышения нашего потенциала в этой войне. F-16 это такая машина, ее можно использовать как угодно. Начиная от участия в торжественных парадах с торжественными пролетами, с фигурами высшего пилотажа и заканчивая нанесением очень серьезных поражений противнику. Но это все зависит от того, какое оборудование и какое вооружение будет висеть под крыльями и внутри фюзеляжа этих самолетов. Если там будут радары большой дальности, которые будут соизмеримы с дальностью российских радаров и ракеты, которые будут соизмеримы по возможностям с дальностью российских ракет, то за счет тактических преимуществ, тактических действий, взаимодействия с другими средствами, например, ПВО на земле или ПВО, которая в зоне будет находиться, в зоне действия в данный момент истребителя, то тогда это будет один результат. А если это будут неподготовленные, невооруженные, необорудованные самолеты, которые полетят гордо в бой, то мы, скорее всего, будем эти самолеты терять. Поэтому то, что можно сделать на линии боевого столкновения относительно Каббов, оно зависит от вооружения. Если будет стоять ракета АИМ-120-Ди с дальностью там 160-180 км и будут стоять радары там 80-е, я уже не говорю о 83-х радарах, то тогда Су-34-й, Су-35-й, скорее всего, будут уходить из зоны сбрасывания Каббов и будут возвращаться куда-нибудь на свои аэродромы или сбрасывать их там на своей территории, как они это умеют делать. А если там будут слабенькие радары 80-90 км и ракеты, которые бьют максимум 120, она, может быть, и добьет, но не сможет получить целенаведение, потому что Кабб сбрасывается от линии боевого столкновения на дистанциях там 50-60-70 км. А приближаться ближе к нашим самолетам, чем на 40 км, это достаточно опасно, потому что там уже можем входить в зону действия ПВО россиян. И если до этого это ПВО не будет уничтожено, мы очень много ПВО уничтожили, но его еще достаточно много. Если это ПВО не будет уничтожено, то тогда мы ставим наши самолеты в зону риска. Говорил украинский авиационный эксперт, бывший инженер по испытаниям конструкторского бюро Антонов Константин Криволап. Это фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Оснащены ли переданные ВСУ Ф-16 теми системами, о которых говорил эксперт, я сказать не могу. Ну а вот ведущая программа «60 минут» на российском федеральном телеканале «Россия-1» Ольга Скобеева, комментируя опасность Ф-16 для российских войск, ссылалась на данные американские газеты Wall Street Journal и называла среди предполагаемых целей «Крымский мост». Вот этот фрагмент. Сегодня же стало известно, что американцы оснастят украинские Ф-16 самым современным оружием. По данным Wall Street Journal, согласование пройденное, Пентагон принял решение укомплектовать истребители ракетами «Воздух-Земля» и «Воздух-Воздух». Также принято решение дать добро на удары истребителей по России. Новый виток эскалации, кажется, окончательно снес голову и советнику офиса президента. Подоляк потребовал немедленно уничтожить Крымский мост, а также критически важную инфраструктуру в Ростовской, Белгородской, Курской областях. Это была ведущая программа «60 минут» на канале «Россия-1» Ольга Скобеева. Эти слова она произнесла еще в середине прошлой недели. Ну и в целом она была права. За прошедшие дни топливные и энергетические объекты пострадали и в Курской, и в Белгородской, и в Ростовской областях. Ну а сегодня были опубликованы спутниковые снимки высокого разрешения очередного удара по военному аэродрому «Морозовск». Это тоже в Ростовской области, где, как первоначально сообщалось, детонировал склад авиабоеприпасов, в том числе и все тех же управляемых авиабомб. О том, что еще могло быть уничтожено и каким образом мог быть нанесен успешный удар по важному для российских войск аэродрому, я беседую с журналистом-расследователем Русской службы радиосвобода Марком Крутовым. Сегодня были опубликованы новые снимки аэродрома «Морозовск». Что стало известно нового? Поскольку эти снимки еще более качественные, чем те, которым имеет доступ широкая общественность, скажем так, в том числе и радиосвобода, те, которые мы публиковали, наши украинские коллеги, стало известно, что в результате этого удара действительно был уничтожен как минимум один истребитель Су-34 и несколько вероятнее всего были повреждены осколками. Это важно, потому что у России не так много самолетов Су-34, по-моему, всего около 70 или 80 штук их осталось, если брать за точку отсчета начало полномасштабного вторжения. Это самолеты, которые активно используются в войне против Украины и в том числе постоянно совершают вылеты именно с аэродрома «Морозовск», чтобы запускать в первую очередь корректируемые авиабомбы. Это то, за счет чего России удается проломить даже самую эшелонированную украинскую оборону, когда они этими авиабомбами просто равняют землей и бетонные укрепления, и городскую застройку. В таких городах мы это видели, как Бахмут и Авдеевка. Поэтому это неплохой для украинских воздушных сил результат. Ну и плюс был поражен, это мы знаем еще из наших спутниковых снимков, которые мы публиковали в пятницу и в выходные, что был поражен склад авиационных боеприпасов. Это именно вот он так красиво с признаками вторичной детонации горел и взрывался на видео очевидцев, которые публиковались в социальных сетях. А можно ли предполагать, за счет чего удалось преодолеть противовоздушную оборону России и какими непосредственно средствами действовали украинские войска? Это интересный вопрос, потому что аэродром Морозовск уже ни первый, ни второй, ни третий, даже ни четвертый раз подвергается украинским атакам. И все предыдущие разы, все эксперты сходились на том, что это атаки беспилотниками, которые летят низко. Радары их обнаружить могут только в последний момент. Средств ПВО не хватает, они нужны на фронте. И вот поэтому эти атаки с разной степенью успешности проходили. То есть дроны действительно попадали по объектам на аэродроме Морозовск. С другой стороны, мы знаем из заявлений официальных украинских военных, что недавно был удар по Курску по двум военным объектам в районе аэродрома Халина. И тоже это место не раз подвергалось атаке украинских дронов, но тут украинские военные заявили, что они использовали... Это, по-моему, неофициальное было заявление, но тем не менее источник украинских СМИ в армии заявил, что применялись модифицированные ракеты «Нептун». Вообще-то противокорабельные ракеты, но вот их якобы Украина могла модифицировать и нанести ими удар по этим военным объектам в Курске. Поэтому кто знает, но это только исключительно спекуляция, да, мы не видели видео летящих дронов над Морозовском в этот раз, и поэтому кто знает, может быть, и здесь была не атака дронов, а ракетная атака. И, может быть, именно поэтому она получилась более точной и эффективной. Но вообще вот просто я даже выписал себе этот Морозовск, мне кажется, он претендует название уже такой российской Чернобаевки, если вы помните, это оккупированная Херсонская область, на тот момент оккупированный аэродром военный, где россияне устроили базу, и Украина туда била, 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 пока все там не разбило. И вот Морозовск подвергался атакам, я посчитал только за последние полгода, значит, 18 декабря, 5 апреля, 25 мая, 22 июля, 3 августа, то есть это уже шестая атака с прошлого декабря. Ну и безусловно ослабляет потенциал наступательной России в том, что касается использования авиации, вот этих вот пресловутых корректируемых авиабомб, просто которые доставляют самые, пожалуй, большие проблемы ВСУ сейчас на фронте. Моим собеседником был журналист-расследователь русской службы радио «Свобода» Марк Крутов. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 5 августа. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В социальных сетях продолжается бурное обсуждение недавнего обмена заключенными, первых заявлений освобожденных российских политзаключенных. Обсуждается, конечно, кто попал в список тех, кто подлежал обмену, причем, судя по словам некоторых освобожденных буквально в последний момент, и тех, кто в этот список не попал, хотя должен был бы. В частности, Илья Яшин и Ксения Фадеева подчеркивали, что были против такой, как они выражаются, политической депортации. Ну а правозащитник Олег Орлов заявил, что отказался подписывать документы о своем освобождении. Кому-то из освобожденных уже крепко досталось в социальных сетях за высказанные после выхода на свободу политические тезисы. В ходе всех этих споров и обсуждений редко упоминается тот факт, что среди освобожденных в результате состоявшегося обмена не было ни одного политического заключенного из Беларуси. Хотя уровень политических репрессий в этой стране после 2020 года, по мнению многих наблюдателей, даже жестче, чем в России. С некоторыми из политзаключенных в Беларуси фактически нет никакой связи уже в течение многих месяцев, если не лет. Мой собеседник, живущий в Варшаве, белорусский политический аналитик Виталий Цыганков. Беларусь была участницей этого обмена, гражданин Германии Кригер, который был приговорен в Беларуси к смертной казни, он был помилован и отпущен. И в то же время бросается в глаза, что ни об одном политическом заключенном, именно белорусском, речь не шла. Я понимаю, что обмен этот был прежде всего между Россией и другими странами, но все-таки хоть какие-то разговоры о том, что в список освобождаемых могли попасть именно белорусские политзаключенные шли, есть ли какие-то сигналы этого? Конечно, вы правильно отметили, тут есть два аспекта этого обмена заключенного между Россией и Западом. Первый аспект – это игра Александра Лукашенко вокруг немецкого гражданина Рика Кригера. И другой аспект – собственно, судьба белорусских политзаключенных. Ясно, что в этой истории режим Лукашенко пытался набить себе цену, завязать какой-то сепаратный торг с Берлином. Но однако очевидно, что этот номер не прошел. Берлин не отреагировал на какие-то послания Александра Лукашенко на тот факт, что немецкий гражданин был приговорен к смертной казни. А Берлин решил действовать через Москву. И это было вполне показательно, потому что Кригер, очевидно, стал таким заложником белорусского режима, потому что Белпол, объединение бывших белорусских силовиков, вообще провели собственное расследование и пришли к выводу, что Кригер не совершал никакого теракта, а материалы его дела были сфальсифицированы. Видимо, конечно, он искал успехосвещения, хотел воевать, вступить в подразделение вооруженных сил Украины. Но, как заявляет Белпол, это объединение белорусских силовиков нарвался на какой-то подставной интернет-аккаунт белорусских силовиков, и которые дальше его вели. Ну и в результате его обвинили во взрыве железнодорожных путей, при том, что от взрыва никто не пострадал, а ущерб составил около 500 долларов. Ну и даже в диктаторской Белоруссии за такие, скажем, преступления не приговаривают в смертной казни. Ну, однако, Кригера приговорили, и стало очевидно, что это какой-то для Лукашенко является какой-то заложник, который он думал провести варианты с обменом. А в результате фактически можно сказать, что Путин приказал Лукашенко, так сказать, отдать этот ценный объект этого заложника в Москве, и Москва провела свою сделку. Ну, а Лукашенко надеялся как бы немножко погреться в славе как участник этой большой международной сделки, но, видимо, даже и это особенно не получилось. Мало кто замечает вообще его присутствие. Что касается белорусских политзаключенных, то, конечно, в адрес белорусских демократических лидеров Светланы Тихановской тут у белорусской общественности прозвучали такие, скажем, нотки, критики и даже довольно резкая критика, потому что, мол, а где в этом сделке, почему нет белорусских политзаключенных? Ну, на этот офис Тихановской ответил, что мы не участвовали в этих переговорах и имеем очень ограниченную информацию. Цитирую, у нас нет свидетельств, что этот обмен может или мог бы привести к освобождению белорусских политзаключенных. Очевидно, что это были переговоры с Москвой, и Минск в них не участвовал. Вот говорится в заявлении офиса Светланы Тихановской. Ну и, как отмечают аналитики, ну, в общем-то, этот случай показал, что действительно белорусские политзаключенные сейчас для Запада, ну, не являются темой номер один, поскольку очевидно, что успехи есть вот в этой сделке между Россией и США, Германией, Россией и Западом, но о каких-то успехах, о каких-то сделках насчет белорусских политзаключенных пока не сообщается. Нет таких данных, и, несмотря на все обращения белорусских демократических сил с Светланы Тихановской, но пока не получается, кроме каких-то единичных случаев, добиться какого-то прогресса о белорусских политзаключенных. Конечно же, это вызывает большую критику. Белорусы многие заявляют, что нужно ставить вопрос политзаключенных прежде всего, не связывая его с какими-то санкциями, с какими-то, ну, скажем, действиями по утверждению режима Лукашенко, поскольку на данный момент, как очевидно, это не слишком актуально, и поэтому стоит именно сконцентрироваться на вопросе политзаключенных. Но очевидно, что пока на фоне войны России против Украины, на фоне более глобальных проблем, но многим, к сожалению, очевидно, что белорусские политзаключенные не являются главным вопросом Международные политзаключенные. Скажите, а вот ведущие политзаключенные, такие как Мария Колесникова, Виктор Бубарико, они по-прежнему содержатся в этом режиме инкоммуникада? В ней сейчас встречаются публикации, авторы которых вообще предполагают, что их, может быть, уже нет на свете. Ну да, ситуация такая, что действительно нет никакой связи с некоторыми самых известных политзаключенных буквально не то, что несколько месяцев, а уже более года. Поступают какие-то отрывочные сведения из местзаключения, из колоний, но, как известно, заключенным, обычным запрещено общаться с такими известными политзаключенными, как Бабарыка или Колесникова. И люди, которые освобождаются, именно об этом и рассказывают. Но все-таки какие-то вот такие отрывочные данные поступают, что можно все-таки говорить о том, что они находятся в местах заключения, они живы. Но вот этот бесчеловечный режим, действительно, инкоммуникада, который приравнивается к пыткам в соответствии со всеми международными концепциями. И он действительно проводится в отношении большинства белорусских политзаключенных. Моим собеседником был живущий в Варшаве белорусский политический аналитик Виталий Цыганков. Ну а из России в минувшие выходные пришла трагическая новость, напомнившая всем, что и после состоявшегося обмена в России ничего принципиально не изменилось. В СИЗО в Биробиджане в результате сухой голодовки умер 39-летний пианист, солист областной филармонии Павел Кушнир. В мае Павел Кушнир был арестован по обвинению в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности за антивоенные видеоролики, которые он выложил в собственном YouTube-канале, где тогда было буквально несколько подписчиков. С первых дней войны Павел Кушнир писал антивоенные посты, распространял антивоенные листовки и устраивал домашние голодовки. Написал Павел Кушнир и свой антивоенный роман. Он называется «Русская нарезка». Это авторская антиутопия с ссылками на русскую литературу и с основной идеей обличить диктатуру государства. А вот аудиозапись с одного из видеороликов, из-за которых Павел Кушнир попал в тюрьму. «Жизнь — это лишь то, чего уже никогда не будет про фашизм. Свободу, творчество, любовь, искренность, истину, родическая красота человеческого лица, проклятие войны в форме и ее содержании. Курт Кобейн. Янка Диагелева, общение любви, общение свободы. Дух есть свобода. Иисус Христос, Сын Божий. Гучанская резня — позор нашей Родины. Фашизм — смерть нашей Родины. Путин — фашист. Народы нашей страны отдали миллионы своих самых худших жизней за то, чтобы фашизм никогда не было. И мы его не примем, не поклонимся с вере. Долой войну Украине. Долой фашистский путинский режим. Свободу всем политическим заключенным. Свободу вообще всем заключенным. И вообще свободу всем. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска «Северин Южный». Наш подкаст можно найти и послушать на сайте Радио Свобода, в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну а у меня на сегодня все. До свидания. Студия подкастов Радио Свобода.